Вообще, как к тебе пришла идея, собственно, открытия «Отцовский клуб»? Привет! Да, привет! Идея пришла из того, что я делал свой личный блог, который назвал «Отцовский клуб» по примеру всем известного популярного фильма «Бойцовский клуб». И блог, оказалось, люди читают, там пересылают друг другу. Я как бы подумал, блин, оказывается, тема интересная и потенциально очень популярная. И мы решили сделать сначала сайт, на котором мы рассказывали, как быть отцом. И сейчас проводим встречи разные, собираем мужиков и обсуждаем какие-то важные вещи, которые полезны отцам. И когда мы сделали первую встречу и написали, что вход только для мужчин, я получил несколько возмущенных комментариев, что за дискриминация, у вас важная тема, у вас тема по безопасности, по оказанию первой помощи, с какого-то перепугу вы запрещаете входить женщинам. Самое, наверное, рожащное было в этом, это второй комментарий, когда другая барышня написала, типа, девушки, вы же всегда возмущаетесь, что мужики такие-сякие сволочи, они детям времени не уделяют. Ну так вот же, что они, типа, собрались уделить детям время, чего вы ворчите. Ну это как бы такой был яркий такой пример. Я выступал уже несколько раз на разных событиях, и больше всего меня удивило, что именно женщины, кстати говоря, психологи, несколько раз мне говорили, что, вы знаете, очень большая нехватка мужских сообществ, закрытых мужских сообществ, где и мужчины могут пообщаться, и там мальчики смогут почувствовать себя в мужской компании. Потому что, если посмотреть в целом, посмотри на школу, вот приходит парень в школу, его окружает 80-90% его окружают женщины, педагоги имеют в вывышенной школе. Они молодцы, они потрясающе огромный подвиг совершают, что за копейки от Минобразования, от Прелеста они учат детей. Но они же, парни же, видят женский тип реакции на внешние раздражители. Есть замечательная формула одной из потрясающих американских авторов по отцовству, зовут Элдридж. Он говорит, простейшую банальную вещь, которую забывают все. Мальчик становится мужчиной не в обществе женщин, а в обществе мужчин. И вот это вот то, о чем часто очень пишут, куда подевались настоящие мужики, почему кризис мужественности и в стране, и в мире. Потому что, блин, огромнейшее количество, более 60% в семье распадается, и почти всегда дети остаются с матерью. Это говорит о том, что парни, которые вырастают, они вырастают, как кто-то смешно выразился, в однополых семьях. То есть там, где мама и бабушка рядом с ним. И ему трудно, на самом деле, такому парню научиться быть в контакте со своей мужественностью, с мужской частью своего «я». Любой психоаналитик скажет, что у людей есть женская часть и мужская часть, и мужчина и женщина. Но в контакте с мужской частью очень трудно быть, когда нет рядом мужчины. Или когда мужчина обесценивается, когда разведенная мама говорит, «Блин, во всем ты как свой папа, такое же не сякое». И вот когда это все обесценивается, блин, это капец просто, потому что парню потом очень трудно вырасти нормальным, уверенным в себе мужчиной. Ну вот для того, чтобы мужики могли общаться. Потому что мужики общаются о чем? О политике, о футболе, о тачках, о девках, или о деловых, страшных деловых вещах. Но, блин, мы же можем поговорить о том, не знаю, как ты там малого воспитываешь или не воспитываешь, что ты смог сделать, что ты не смог сделать со своим малым. Чему тебя твой отец воспитал или не воспитал, блин? Как ты там, я не знаю, решаешь свои семейные вопросы? Мы можем об этом сейчас, мы можем об этом обсуждать. Можем, блин, на более важную тема говорить, чем о политике, о футболе или о тачке. Можем, вот так и для этого делается клуб, для того, чтобы мужчины имели среду общения безопасную и свою на серьезные важные темы. Хорошо, если говорить вот об утеории, собственно говоря, першей шпальты нашей программы, предприниматели, насколько вообще реально быть посвященным предпринимателям, скажем так, успешным и хорошим отцом? Ну, это вообще на самом деле задача, которую каждый для себя бизнесмен решает, наверное, постоянно. И вот буквально вчера мы общались с замечательным предпринимателем и отцом, Андреем Федоревым, главой агентства маркетинга, одно из крутейших, наверное, агентств в этой стране. И вот замечательный слайд, просто перескажу то, что он говорил, что не бывает постоянного решения о том, как найти баланс между семьей и карьерой. Вот нет такого, что ты придумал, короче, и оно на все годы работает. Нифига, это как бы ежедневная балансировка. Ты каждый день пытаешься найти время для семьи и для бизнеса. Ну, это происходит регулярно, ежедневно. Ну, вот такого прописанного, такого софта, который нажал кнопочку, он работает на годы вперед, но он не будет его никогда. Вспоминается другой яркий пример. Например, это вот есть такой всемирно известный консультант, это Скак Адизис, если помнишь, да, он рассказывал, он консультировал какого-то супер-мегапредпринимателя в Турции, который говорит, что у меня плохие отношения с сыном, сын не хочет продолжать мое дело, я построил огромнейшую бизнес-империю, но ему это неинтересно, я не знаю, что с этим делать. И Адизис спрашивает у меня, сколько у вас детей? Говорит, у меня один ребенок. Он еще такой, вы точно уверены, что один ребенок? Он еще так удивился, он проверный мусульманин, у него там, знаешь, четко, чтобы никаких связей на стране не было у него. Ну да, один. А Адизис говорит, нет, у вас не один ребенок, у вас два ребенка. Ваша компания, ваш бизнес и ваш родной сын. И вам сейчас плохо, потому что вы компании больше уделили времени и энергии, чем вашему родному биологическому сыну. И, говорит, когда он слышал эти слова, он заплакал, потому что я заделал его самое больное его место. Понимаешь, и это ловушка, он называется это ловушка основателя, это ловушка подавляющего большинства успешных в смысле карьеры мужчин, что они достигают огромнейшее количество высот и в бизнесе, или в карьере, или не поднимаются там должности на большие. Но дети, получается, вроде как и само собой должны там как-то вырастать, или семейная жизнь даже как-то само собой должна выстраиваться. И это как бы неправда на самом деле, потому что сам собой получается там кариес, получается сам по себе, да, потому что зубами не занимался. Или сам по себе могут там, не знаю, тараканы могут дома завестись, если ты не будешь дома там поддерживать чистоту. То есть, говорит, также сам по себе может случиться там развод или, не знаю, или там дети, которые в 15-16 лет убегают из дома. Вот это само собой по себе может произойти. Но в это нужно вкладываться. То есть, в семью и в отношения там с женой, с детьми нужно вкладываться так же, как мы вкладываемся в бизнес. Мы же расписываем там план вперед на там short-term perspective, long-term perspective. Мы же думаем, что будет с нашим бизнесом, как он построится. А что будет с семьей, как бы большинство народу этим вопросом не заморачивается, в принципе. Как это оно будет, блин? Я же и так вкладываюсь. Я же, блин, бабки зарабатываю для этой семьи, блин, для их благополучия. Что им еще от меня надо? Вот это как бы ловушка главная. В этой ловушке... Что им еще надо, кстати? Что им еще надо? Им нужно, блин, элементарно тупо время просто там, не знаю, поиграть там в лего, почитать книжку на ночь. Любому ребенку это необходимо там. Поиграть в одовремя в футбол. То есть, ну, качественное, хорошее время. Этому может быть мало времени, но оно будет, наверное, эмоционально насыщенно. Понимаешь, подуращаться, блин, с ребенком 10 минут в день, ну, любой может бизнесмен, абсолютно. А ребенок просто обалдеет от того, что ты с ним будешь, не знаю, блин, играть в прятки, там, играть в монополию, там, не знаю, что-то и собирать лего, там, сочинять сказки. Это все несложно. Это простейший инструментарий. Это не является какой-то супер-мега-наукой, понимаешь, которую там нужно постигать, там, или там какие-то там тренинги проходить. Это вещи простые совершенно. Просто у нас другая проблема, что у нас произошел разлом поколений. Понимаешь, если ты зайдешь к какому-нибудь английскому там лорду, французскому, там, я не знаю, барону, он тебе покажет своих портретов своих предков до, там, 17-го столетия, там, да. А если ты спросишь любого, ну, 90% наших людей, а кто был ваш дед, ваш прадед, все-таки, о, было, м-м-м, все начнут там читать, поцелуясь и думать, а кто же он был. Понимаешь, у нас хорошо, если отцов там или дедов помнят. У нас нет вот этой традиции, но это не наша вина, это наша беда. Подумай, еще два поколения назад при советской власти детей учили отрекаться от отцов. Говоришь, что мой папа враг народа. Мой прадед был в 1938 году посажен и сидел в Лукьяновском СИЗО и погиб потом в Сибири в лагерях. Понимаешь? И моя бабушка боялась, говорит, кто был ее отец. Она в этом страхе прожила. И получается, что вот этот излом поколений, которое при советской власти произошло, он потом мэхом отозвался. И отцов физически уничтожали и во время репрессий, и во время войны, и, ну, этичная война имеется в виду. И дальше их просто тупо не хватало. И возник вот после войны, возник огромнейший дефицит мужчин. Мужчины почувствовали, что они вообще в шикарном положении. Он один, 10 баллов кругом, извините за выражение. И это тоже очень сильно изменило семейный тип отношений. И изменило вообще готовность мужчины нести ответственность за свою семью и за своих детей. Вспомни, пожалуйста, вот просто из детского кинематографа вспомни образы отцов, которые у тебя запоминают, или образы мужчин. Помнишь кого-нибудь? Ну, смотри, то есть самый такой образ, наверное, скорее негативный, кстати говоря, это образ из фильма, как он называется, «Москва слезам не верят», да? Да, Гоша. Да, был такой Гоша. Помнишь, все должны меня слушаться, потому что я мужик. Он так приходит и заявляет. А знаешь, я когда смотрел на эту штуку, я понял, в чем прикол этого Гоши? Он же как бы говорит, что, блин, вы должны меня слушаться, потому что я мужик. Потому что, блин, я тут главный. А потом, бац, оказывается, что его барышня, она вообще карьерная, она, блин, выше его на голову. Она, блин, директор завода, а он тут какой-то слесарь непонятный. И вот что он делает? Он, короче, идет, бухает. То есть, ну, он вообще, на самом деле, он выбирает тип реакции, как бы, ребенка. «Идите вы все лесом, короче, я пойду, уйду отсюда из этого дома, где меня не любят и не ценят, короче». То есть у него реакция, на самом деле, детская. И есть там простая старинная формула, что источником внешней власти является внутренний авторитет. Если мужчина глава семьи, то он не будет об этом сидеть и говорить, «Я глава семьи, вы будете меня слушаться, потому что я тут главный». Это просто происходит само по себе. Там жена ценит, дети тебя ценят, потому что они понимают, что, блин, ты вообще оплот, ты, блин, скала, ты, не знаю, надежный, ты классный, ты офигенный. И тебя слушаться не потому, что ты претендуешь на эту власть. Вот Гоша, он претендовал на эту власть. Он приходил и говорил, чудаки, я тут главный. Все такие смотрят, о, блин, прикольно, ни хера себе. Ну, хорошо, может быть, ты главный, ладно. Но в нормальных вариантах это же не происходит. Лидер является лидером не потому, что он претендует на это лидерство, а потому что он реально идет впереди, и он как бы смелее всех, и он сильнее всех. И все остальные смотрят на него, о, блин, вот это явно главный. То есть это другие люди говорят, потому что у тебя есть внутренний авторитет. А вот этот образ мужественности, он был искажен, потому что кинематограф это, по большому счету, отображение того, что было в обществе. Или другой яркий пример, Женя Лукашин, «Москва с лозами...» Ой, блин, «Ирония судьбы». Это же вообще инфантильный персонаж, он в 40 лет живет с мамой. Ну, это же вообще какой-то бред. То есть есть подробная статья какого-то психолога, не помню, где он там по кусочкам разбирает, что там у них вообще не так в этом фильме. То есть там просто никуда это все не годится. И сейчас то, что я вижу там, у меня старшему сыну 12 лет. Когда я 12 лет назад ходил с коляской по этим, по всяким паркам, я понимал, что я какая-то белая ворона. Потому что мамаша, я один папаша хожу какой-то там, папа-мама непонятная, знаешь. Сейчас я смотрю, прохожу по площадкам этих папаш, которые с этими, блин, как они называются, этими переносками, да, кенгуру, переносками детскими, мужиков, блин, ну их реально полно. Понимаешь, что современные, растет поколение мужиков, которые как бы они становятся отцами сейчас, и они хотят быть совершенно другими отцами, которыми были их отцы, не теми отсутствующими там, которые там, езжая в лагерь, езжай к бабушке там, пусть там кто-нибудь другой занимается. Поставь себя на место предпринимателя, скажем, который там имеет свой бизнес, отвечает за него и так дальше. Для него, в принципе, у него логика очень простая. Я и так зарабатываю кучу денег, я как бы делаю довольно много. В случае чего, деньги всегда могут исправить положение. Ну, как бы, отправлю ребенка, в конце концов, в Диснейвент, или лучший колледж, или куда-то еще. Вот, и лучше уж вложиться, как бы, в карьеру и в работу, и, по крайней мере, быть уверенным, что это, что есть за спиной, да, чем тратить время на сюсю, как бы, со своим ребенком, а в результате провалить бизнес, там, или какие-то важные вещи, или, так сказать, не подписать, там, какой-то действительно важный контракт, не добиться чего-то. Вот чего ради в итоге все эти супер-мега контракты и миллионы. Можете себе представить парня, который, там, ему, там, 30 лет, он вспоминает, самые счастливые годы были моего детства, это когда папа сидел до 12 вечера на работе и зарабатывал для меня охеренную кучу денег. Вот это было у меня классное детство. Он приходил, отправил меня в Диснейленд, я был так счастлив. Ни хера, любой парень скажет, мы с папой сходили на рыбалку, блин, я это помню. Мы с папой играли в футбол, я это помню. Папа научил меня, там, блин, делать рогатку, там, папа, там, рассказал мне, как нужно ухаживать за девушками, там, я вот это помню. Ты, слушай, обращай внимание на детей нынешних крупных принимателей, там, ну, крупного бизнеса. Что ты о них можешь сказать вообще? То есть, я так понимаю, что есть такая категория, как, там, золотая молодежь, которая вообще оторвана, там, как бы, от жизни, и думаю, что... Я думаю, что их бизнес, вот мое впечатление такое, когда, условно говоря, он придет к ним в руки, его очень быстро расстерзают ребята с улицы, то есть, как бы... Нет, это очень разные вещи, очень разные вещи. Они не смогут сохранить бизнес своих отцов, они просто, ну, не в курсе, как это делать. Они могут только наркотики употреблять, там, грубо говоря, групповухи устраивать и все остальное. То есть, они просто не способны сохранить этот бизнес. Ну, предположим, сохранить ли бизнес, там, дети олигархов? Я не знаю, то есть, я с ними лично не знаком. Вот ты как-то изучал этот вопрос вообще, насколько они, в принципе, готовы? Я знаю, что дети политиков, вот, золотая молодежь, так называемая, чиновников, там, депутатов, там, ну, они бизнес своих отцов сохранить не смогут. Потому что, в принципе, там и бизнеса такого нет, коррупция сплошная. Но даже если он есть и уже куплен, то они к этому не приспособлены в своей массе, из тех, кого я знаю. Ну, тут вопрос, понимаешь, что это предприниматель, или это все-таки какой-то коррупционер-барыга, который просто имеет много денег, и он выглядит таким холеным, успешным человеком, а, по сути дела, ему там классно повезло в 90-е годы. Это очень большая разница, на самом деле. Потому что какой-нибудь крутелок, которому там забит на детей, он точно вряд ли что сможет передать детям какие-то свои ценности. А предприниматель самодельничный, вот, например, яркий для меня, один из ярких примеров, это Владислав Бурда. Владелец Антошки. Кстати говоря, сын известного знатока Бориса Бурды. Вот он, у него четверо детей, и он говорит, что у него сыновья уже старшие. Вот один из принципов его, он сам рассказывал, что я, говорит, сыновей к себе в компанию на работу не устраиваю. Я им обеспечивал образование, после этого я им ничего не должен. Когда они устроят, сделают свою карьеру вне моего бизнеса, чего-то достигнут, тогда я их возьму к себе. И это вот вещь, которая точно не про большинство олигархов и политиков, которые стремятся не только сына, дочь, но и кума, свата, двоюродную сестру, где-нибудь пристроить, какую-то машину, квартирку подсуетить, к салон красоты им дать, чтобы они побаловались. Тут человек говорит, ребята, все, я вас научил плавать, дальше плавайте сами. То есть я не буду постоянно над вами сидеть и говорить то-то-то, понимаешь? Это же Андрей Федоров то же самое говорил, что, блин, если ты, мы сейчас с ним записывали интервью, что самое ужасное, что можешь сделать ребенку, это показать ему, что мир тебе дает все блага и всегда тебе сыпятся денежки за абсолютно любое поведение. Ни хрена. Плохое поведение, там, там, принес плохие оценки, блин, не будет тебе того-то, того-то. Все, до свидания. Нужно быть жестким, обстоятельствами, и с детьми тоже, тогда он что-то поймет. А иначе, когда вот эти штуки происходят, я не встречал вот таких, ну, я редко общаюсь с такими, как ты говоришь, олигархами, которые, там, вот так вот детей балуют. Я слышал побочные такие рассказы про людей, которые, там, обеспечили детям, там, квартиры, машины. Зайти в любой клуб, там, Лео, предположим, или куда-то еще, там, да, то есть ты увидишь, там, кучу молодых людей, праздно шатающихся, там, с кучей бабла, наркотиками и дорогими, там, этими самыми скорс-сервисами вокруг них. То есть ты не увидишь, там, грубо говоря, ну, скажем, людей, которые, вот так, как ты рассказывал, как про Борису Борду, да, которые сделали себя. Хотя, наверняка, такие люди есть. Да, ну, я, как бы, одна из идей клуба, это встречаться с такими правильными отцами и рассказывать на сайте про таких правильных отцов, которые умеют это делать и знают, как это делать. Потому что рассказывать про то, что мужики, там, сволочи, такие-сякие козлы бросают, там, женщин с ребенком, нужно найти в женских формах вот столько. Ну, когда, это сразу же я оговорюсь, то есть это приглашение, собственно говоря, для, наших зрителей, то есть если вас интересует, если у вас есть что рассказать об истории своих отношений с детьми, я думаю, что мы на первой шпатте с удовольствием об этом расскажем. Я хочу, чтобы ты подвел итог и сказал, дал рекомендации, три-четыре рекомендации специально для предпринимателей. Каким образом им быть хорошими отцами? Слушай, ну, это мне нужно, наверное, какие-то иметь сертификаты, там, главный отец, там, знаешь, ну, для того, чтобы быть хорошим отцом, мне нужно совершенно читать какие-то, там, супер книги или проходить какие-то курсы. Нужно просто каждый день находить время, там, там, да на работе даже можно переписываться с ребенком в том же, извините меня, в Вайбере или в любом мессенджере, чтобы ребенок знал, что, блин, ты ему не безразличен, он для тебя важен. Вечером всегда можно найти время, узнать, что у него происходит в школе, там, помочь ему сделать уроки. В любой выходной можно спокойно найти то, что интересно и тебе, и ему. Любой мужик занимает, ну, любой, не знаю, большинство мужиков любят заниматься спортом. Спортом уже можно заниматься вместе с детьми. Можно пойти на тренировку, вот, на, не знаю, с сыном, знаешь, можно пойти поплавать в бассейне с дочкой, можно, я не знаю, бегом заниматься, там, можно любые игры найти, чтение, все эти вещи, они... Ребенок ценит качественное время, которое для него целенаправленно выделено, когда он понимает, что это время отец дал ему, потому что он для него ценен, он для него важен. Вот это самое главное. И каким это будет время? Ну, это, вряд ли, это просмотр, там, телевизора или, там, листание, там, интернета, но это время, в котором будет обязательно игра или познание что-либо нового вместе с отцом, исследование мира, походы, блин, да хоть прогулки простейшие. Ну, чтобы ребенок четко понял, что это время папа выделил ему. Есть старая трогательная американская притча, как приходит сын к папе и говорит, папа, сколько ты зарабатываешь в час? Ну, нет, у него, конечно, у него часовая есть тарификация была и осталась. Папа так смутился, говорит, ну, я зарабатываю там 10 долларов. А почему ты спрашиваешь, сынок? Папа, я накупил 20 долларов, вот тебе, давай проведи со мной два часа, пожалуйста. Ну, это как бы грустно с одной стороны, а с другой стороны это показывает, насколько детям необходимо наше внимание. Потому что иначе зачем тогда все наши карьерные высоты, все деньги, которые мы заработаем, на хрена?